всем привет вы на канале королевство игрушек с вами я наташа сегодня хочу вам показать свою очередную игрушку которую я связала я очень давно хотела ее связать но как-то все откладывала не было времени или не знала как ее вязать и связала я ее лично для себя так как мне очень нравится и вот именно не на продажу не на заказ никуда оставлю ее себе и так это игрушка у меня сейчас я вам ее покажу это вот такой вот мальчик эльф это также из серии кукол и когда я сейчас вижу кукол я наконец-то думаю свяжу к я себе этого эльфа то что у меня получилось мне очень нравится я ему даже не делала волосы так как он вот в таком вот забавном колпачке ну если ему сделаю волосы они все под колпаком получается спрячутся и как-то я вот не особо горю желанием прятать его волосы поэтому решила что вот так он будет без волосиков то есть получается что я связала ему вот такие вот штанешки шортики и они съемные не снимаются колпачок также снимается смотрите он у меня совершенно лысенький без волосиков и то что получилось мне очень-очень безумно нравится но он такой вот милашный прям получился получается я как обычно это у меня пряжа детская новинка вот я вязала ему серый и бирюзовый это получается детская новинка вот это вот пряжа основная для лица и вот тут ручки немножко для тела и ушек я обрала ализе суперлана классик да вот такие вот у него получились ушки бровки носик и ротик я ему вышила затонировала пастелью щечки вот так вот видно у него и носик и ротик вышила бровки и приклеила ему глазки полу бусинки и получилось у меня вот такая вот игрушечка смотрите у него вот такие вот загнутые как должны быть у эльфа ботиночки никаких бубенчиков я ему не пришивала хотя надо было но у меня в наличии их нет и поэтому я сделала вот такие вот получается как шарики на конце обуви и на колпачке вот такой вот небольшой тоже сделала но в дальнейшем я обязательно куплю бубенчики и пришлю их и на его ботиночки и на шапочку и возможно даже сделаю ему волосики но чтобы они немножко прям торчались под шапочки надо делать так чтобы их было видно получается колпак у него вот такой вот закрывает все волосы ну может быть вот так смотрится не особо он совсем совершенно так как колпачок съемный то есть ну если он будет жить у меня на полочке а я не хочу его никуда отдавать совершенно поэтому может быть оставлю и так без всяких волосиков ну и вот так что вязала я его по без схемы просто из головы вот как я его пишу какой мне ну как мне нравится в моей голове вот и по ходу просто вязала 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 так у него есть небольшой животик сюда конечно было бы лучше пришить пуговички но подходящих пуговиц у меня нет а пришивать всякую билиберду которая у меня есть в наличии мне совершенно не хочется поэтому как только я найду в магазине подходящие какие-нибудь интересные деревянные наверное пуговички то обязательно куплю и пришью своему мальчику эльфу вот так в принципе жду ваших комментариях по этому эльфу пишите понравился не понравился и прям это может быть кто-то расскажет что вы вязали эльфа я с удовольствием почитаю комментарии очень интересно быть любопытно и так сейчас следующее что я вам хочу показать это не вязание это шитье мне недавно заказали получается костюм волшебника я в шитье не очень сильно но решила попробовать мне нужно было сделать шляпу вот она у меня вот такая вот шляпа получилась смотрите она не влазить вся в кадр вот такая вот загнутая и тут приклеивала и сшивала и внутри у нее картон делала все это с картона так вот загнутый тут все сборочки у меня здесь есть бляшка даже и ленточка в принципе я попробовала сделать и в итоге вот что у меня получилось то есть заказчица осталась довольна я не совсем была уверена что у меня получится но в итоге все получилось и я до горжусь собой потому что шитье я не совсем разбираюсь то есть я могу шить у меня еще иная машина даже но выкройки для меня это тяжело и ну сейчас связи с тем что в интернете существует много всякой разной информации можно шить что угодно то с этим гораздо проще я вот решила попробовать еще раз покажу и в итоге у меня все получилось вот она с этой стороны такая вот поля загнутый вот такая вот шляпочка заклеена у меня так что я еще немного при успела в шитье и сшила я накидку накидка у меня вот такого цвета я не буду разворачивать то есть получается она просто нужно было шить со всех сторон обшить ее обычным швом с подгибом ну это очень просто на машинке сделать здесь у меня будет вставляться шнурочек это пошире сделала такой вот штукенцию получается накидка у меня метр на полтора метра и вот это мои достижения я понимаю что это не вязание но очень хотелось вам похвастаться так как шитье для меня темный лес но тем не менее я сделала то что я хотела и получается очень очень даже симпатично получилось так то что про вязание еще расскажу сегодня была в магазине и получается хочу связать что-то из пряжи минк я никогда из такой пряжи не вязала но в интернете очень много таких игрушек у мастерицы и получается очень красиво так все это связано что я загорелась идеей связать какого-нибудь мишку или зайчика из этой пряжи пошла к нам магазин пряжи в нашем городе к сожалению в наличии было всего три моточка то есть получается темно-коричневый темно-фиолетовый прям темные и черный в итоге ничего не выбрала но мне очень хотелось повязать и я вспомнила что я покупала фикс прайс и вот такой вот пряжи то есть смотрите она даже ну не совсем похоже но есть какое-то отдаленное напоминание аминки и вот она идет получается в три нити и я ее разъединяла получается вот и вязала в две нитки вот она у меня я ее разъединила да и вот с этой же пряжи это пряжа из фикс прайса написано хадмейт клуб 180 метров 100 граммах и состоит она из полиэстера я все-таки нашла выход из положения да и теперь я уже связала вот такое вот тело это у меня будет мишка очень очень мягкий получается такой здоровский прям ух думаю в дальнейшем я все равно найду минг и хочу связать вот что-нибудь такой светло-бежевый или розовую такую девочку мишку но в итоге у меня только вот моточек белых ниток еще есть такой же серенький но серенький не хочется хочется светленькая вот и смотрите вот вот такой животик я вывязала получается это тело и отдельно я вяжу голову получается вот она макдашка мишкина и уже здесь сверху идет голова вот такие вот у меня достижения на сегодняшний день ну вот очень мне хотелось повязать изминка и в итоге я сидела раз соединяла пряжу ну да раз соединила и вяжу-вяжу-вяжу вот такие вот вязальные вязание и шитье то есть у меня тут все в кучу в этом получается видео так что заранее извиняюсь что показываем свое шитье но тем не менее не могла не похвастаться потому что мне очень нравится шляпа в итоге если у меня вдруг кто-то еще попросит сделать то я уже знаю как это делать ну вот так что пишите свои комментарии обо всем что я вам сегодня показала я с удовольствием отвечу на них не забывайте подписываться на мой канал вам я желаю замечательного отличного настроения всего самого наилучшего творческих идей ровных петелек и прощаюсь с вами до следующего видео с вами была наташа пока пока